Иркутская область С другой стороны, здесь достаточно высокий уровень культуры, здесь есть люди с хорошим образованием, и таких людей много, и гуманитарным, и инженерным, техническим. Здесь большой пласт интеллигенции, которая была воспитана еще в советское время. Поэтому регион выбирает в себе очень много таких социальных, профессиональных групп, и действительно по нему можно судить о настроениях в стране в целом. И, конечно, эти настроения, прямо скажем, не в пользу сегодняшней власти, поскольку та политика, которая этой властью проводится, это все более очевидно людям, не отвечает интересам каждой семьи, каждого гражданина, не отвечает интересам времени, не отвечает потребностям динамично меняющегося мира, не отвечает тому темпу, который взял сегодня научно-технический прогресс, не отвечает необходимости решать социальные проблемы, социальный запрос граждан, не отвечает всему тому, что может обеспечить для нас, для всех достойное будущее. Поэтому доверие к власти очень сильно, оно, может быть, не выливается сегодня в такие кавалерийские атаки на власть людей, но люди перестали надеяться на эту власть, люди так концентрируются и мобилизуются с тем, чтобы найти себе новую альтернативу, чтобы изменить свою жизнь. И эти настроения становятся очень такими спокойными и уверенными. Именно это отсутствие истеричности и в то же время убежденность в необходимости перемен рождает во мне уверенность в том, что именно наша линия пробьет себе дорогу, именно наша линия победит, потому что и вот эти выборы, которые сейчас проходят в Государственную Думу, они наглядно демонстрируют, что ни одна другая партия не предложила, с одной стороны, внятную, хорошо проработанную программу, где были бы не только политические лозунги, при этом программа, которая бы отвечала интересам, коренным интересам трудящихся широких народных масс, и плюс к этому могла бы предложить к этой программе команду людей, которые уж точно способны ее реализовать. Они способны, потому что они это уже сделали. Они сделали это в народных предприятиях, они сделали это в подмосковном совхозе Грудинина, они сделали это здесь, на Иркутской земле, в комбинате Сумарокова, они сделали это, когда Сергей Игоревич Левченко был губернатором области и достиг уникальных результатов. Это колоссальный опыт, который наработан нашими товарищами в самых разных регионах. И, наконец, сила нашей команды в том, что в случае получения всей полноты власти, получения этих рычагов на федеральном уровне и большинства в законодательном органе главного страны в Государственной Думе, и на уровне правительства Российской Федерации, и на уровне поста президента Российской Федерации, нам не придется начинать с чистого листа. У нас есть колоссальный опыт, это опыт разный, это опыт советского времени, это блестящий опыт Китая, который сегодня показал, как нужно руководить страной в начале 21 века. Это наш собственный опыт отработки программных документов, выработки экономических рецептов. Мы проводили Орловский экономический форум, активно участвовали в Московском экономическом форуме, и мы видим, что научная среда, экспертное сообщество, те, кто понимают, как должны работать механизмы государственного управления, как должны работать механизмы эффективной экономики, как нужно решать социальные вопросы, эти эксперты, даже порой не имея партийного билета, солидарны с нами в главных выводах, в главных оценках и в главных рецептах того, как нужно двигаться вперед. Более того, свои идеи и предложения, обсужденные и с избирателями, и на премиумах Центрального комитета, и на парламентских слушаниях Государственной Думы, например, мы облекли в конкретные законопроекты. Нам, еще раз подчеркиваю, не придется начинать с чистого листа, потому что у нас готовы и закон о национализации ключевых отраслей экономики, у нас готов пакет законов, который принципиально изменит налоговую систему, когда бедное население будет освобождено от налогов, а богатые, как во всем мире, вообще-то говоря, на минуточку, будут платить больше. У нас готов многократно отклоненный Единой России проект закона о детях войны, у нас готова целая программа под названием «Образование для всех», и под нее тоже подготовлены соответствующие законопроекты. Все готово для того, чтобы уже завтра в нашей стране могло начать работать правительство народного доверия, которое бы обеспечило свое недостойное будущее и обеспечило повышение уровня жизни каждой российской семьи.